у кого и почему очень хороший вопрос итак начнем прежде всего хочется сказать что наследственный фактор играет при гипертонии важную роль если из родителей кто-то страдал гипертонией то очень часто дети приобретают вот такую наследственную предрасположенность вот тибетские медики и врачи говорят что гипертония это расплата за стрессы и они считают что люди эмоциональные решительные вспыльчивые имеющий гневливый и панический характер который обсасывает очень долго свои проблемы не могут сознание переключить на положительную сторону бытия у них очень часто может впоследствии выработаться такое заболевание которое называется гипертония вот по возраст образ жизни человека психоэмоциональные экономические факторы тоже могут сыграть при этом большую роль скажем по возрасту даже у молодых людей может повышаться артериальное давление почему особенно это касается молодежи которые часто посещают кафе фастфуды рестораны далеко не секрет что такая пища всегда пересулена и очень часто добавляют усилитель вкуса глютамат натрия такая пища для ежедневного употребления ни в коем случае не должна использоваться и поэтому с течением времени у таких людей рано возрастает атеросклероз сосудов которые приводят гипертонической болезни мужчины до 45 лет которые могут внезапно иметь сердечную недостаточность и инфаркты уходят из жизни это трудоголики которые не досыпают имеют большие психологические нагрузки обладает ленью и очень мало физической нагрузки к своему здоровью они относятся как бы попучительно и считают что артериальная гипертония пройдет сама собой но к сожалению этого не происходит и возникает вот такие серьезные проблемы молодые люди которые очень обладают хорошими профессиональными способностями трудоголики которые уделяют большое внимание работе и любую траги любую неприятность на работе или в личной жизни воспринимает как свою личную трагедию вот именно эти психологические проблемы если часто повторяются у человека приводят гипертонической болезни даже школьники 12-18 процентов школьников статистики отмечают чтобы имеют повышенное артериальное давление но какие школьники это те которые очень часто вовлекаются в какие-нибудь неурядицы со своими сверстниками и учителями кроме того такое же состояние наблюдается у школьников которые имеют повышенную массу тела и любители соленой пищи несбалансированное питание то есть люди считаются что мы будем считать что люди которые часто пользуются жареной пищей и жирной пищей то же самое рашка бьют по сосудам и это способствует к тому же повышение артериальное давление люди страдающие сахарным диабетом инсулин по себе сам по себе это гормон который расширяет практически наши сосуды а недостаток инсулина приводит к спазму то есть сужению сосудов поэтому при таком заболевании и имеется вот такое следствие кроме того хочется отметить алкоголь и курение это тоже один из факторов который может повышать артериальное давление одна выпитая баночка пива повышает артериальное давление на 20-30 миллиметров тутного столба почему потому что давно известный факт что любой работодатель того чтобы как можно больше покупателей привлечь и добавляет 50 грамм водки а человек выпивает две-три банки практически выпивает 150 200 грамм водки и таким образом не только пивной алкоголизм развивается но и такая привычка систематическая приводит к повышению артериального давления курение выкуренная одна сигарета приводит к спазме сосудов на протяжении 30 минут и поэтому категорически запрещается курение людям которые страдают стенокардии перенесли инфаркт и миокарда хотя мы знаем что это очень часто нарушается одно с другим просто несовместимо кроме этого мы хотели бы сказать что у каждого человека должно быть гармоничное употребление шести вкусов а вот именно гипертоники они чаще всего используют излишки соленого кислого острого и горького что значит излишки излишки это когда допустим вечером человек съедает одну дольку чеснока а излишек это уже целая головка и если мы любим маринованные или соленые огурцы и помидоры в том числе и селедку нужно съесть несколько кружочков они несколько штук и еще самое главное ориентироваться как пока еще не хочется пить вот так считают у нас целители тибета кроме того хочется отметить что ни в коем случае человек не должен допускать в себе зашкаливание различных видов эмоций это тоже может привести ежедневный дневный характер и поэтому тоже восточные медики считают что если вы хотите иметь нормальное артериальное давление нужно работать над улучшением своего характера каждый человек понимает что кроме этих факторов и причин которые мы с вами назвали есть и еще ряд причин которые нужно выявлять почему у человека повышается артериальное давление что может привести это гиперфункция щитовидной железы это конечно же нарушение всасывания эпителия кишечника это опухоли надпочечников это поражение крупных сосудов особенно коронарных сосудов сердечных это все может приводить непосредственно к повышению артериального давления но тем не менее нервно-психологический фактор для многих больных играет очень важную роль а еще есть такое понятие как несколько факторов которые могут в своей вот совместимости приводить поэтому подход к любому человеку который приобрел данное заболевание должен быть всегда индивидуален гипертония в переводе с греческого языка обозначает сверх напряжение и гипертоническая болезнь это заболевание когда у человека постоянно повышенное артериальное давление а есть у нас состояние у людей когда в давление тоже может повышаться но это будет артериальная гипертензия связано с каким-нибудь фактором допустим спортсмены выдающиеся занимаются большими физическими нагрузками в спорте конечно же после тренировок у них может быть повышение артериальное давление любой работодатель который имеет сотрудников занимающих тяжелым физическим трудом конце рабочего дня у такого человека допустим он доставляет какие-то предметы мебель на какие-то этажи естественного человека после такой физической нагрузки в конце может быть повышено артериальное давление и человека испытывающие систематические психоэмоциональные нагрузки тоже может быть повышено артериальное давление возраст играет значение для показателей артериальное давление но я могу тоже вам привести примеры есть немало людей которые имеют уже возраст пожилой, но имеют прекрасное артериальное давление. То есть это люди, которые заботятся о своем здоровье, заботятся о своих сосудах, предпринимают профилактические мероприятия и исключают факторы, повышающие артериальное давление. Прежде всего хочется сказать, что в медицине есть первичная и вторичная гипертония, но 90% относятся все-таки к первичной гипертонии, то есть как самостоятельное заболевание. А вот 10% — это чаще всего следствие каких-то определенных видов заболеваний, которые существуют у человека. Кроме этого существует гипертония кишечная, это когда у человека устойчивые запоры и поносы. Есть почечная гипертония и есть сосудистая мембранная гипертония. К сожалению, очень важный, прежде всего у нас страдает головной мозг. Инсульт, осложнение, которое возникает при гипертонической болезни, весьма опасен, поэтому головной мозг страдает. Нарушение мозгового кровообращения наблюдается. Сердце у человека, стенокардия, инфаркт — очень серьезные осложнения, которые могут приводить даже к летальным исходам. Почки — все проблемы с почками, вплоть до хронических пилонефритов, почечной недостаточности. Каждый гипертоник знает, что мушки перед глазами, туман перед глазами, приобретение катаракты глаз, но отекает зрительный нерв, диск страдает зрительный у человека, поэтому человек должен заботиться, если уже возникают такие проблемы, осложнения. Но это чаще всего возникает уже при второй и третьей степени. Гипертония — это систематическое состояние человека, а вот гипертензия — это временное повышение артериального давления. Но то и другое в зависимости от показателей довольно-таки опасно, поэтому нужно смотреть на показатели и искать причину. Классическим вариантом нормального артериального давления считается показатель 120 на 80 миллиметров рутного столба. Плюс-минус 20, то есть 140 на 90 — это практически верхние нормальные показатели артериального давления. Все, что выше этой цифры, уже начинается первая степень гипертонической болезни. Но тем не менее хочется отметить, что для некоторых людей, которые страдают гипотонией, показатели 140 на 90 — это чуть ли не гипертонический кризис. Поэтому вот здесь нужно быть очень внимательным. Конечно же, в медицине есть очень много и традиционных, и нетрадиционных способов, с помощью которых мы можем при разных степенях, а существует у нас три стадии гипертонии, где мы можем помочь человеку. Есть довольно-таки очень приятные способы. Допустим, существует такое мнение, что гипертонию можно лечить именно сухим красным вином. Почему? Потому что в сухом хорошего качества в вине содержится большое количество магния, который помогает работу сердца, хрома, который помогает перерабатывать жирные кислоты и цинк, который укрепляет стенку сосудов. Но, конечно, во всем должна быть мера. Следующий способ — это, конечно же, смехотерапия. Вот считается, что смех — это такая тренировка, джигетовка для сосудов. То есть во время смеха может очень резко повыситься артериальное давление, но потом у человека оно нормализуется и не требует никаких лекарственных средств. Но многие гипертоники могут сказать, что нам не до смеха. Тем не менее, хочется отметить, что даже искусственная улыбка способствует снижению артериального давления. Шоколад горький. Две дольки шоколада содержат большое количество флавоноидов, которые расширяют сосуды. Но нужно выбирать хороший и правильный шоколад. Он должен быть горький, где какао-бобов не менее 72%. Утро с фрешем. То есть мы можем использовать сок свеклы, моркови, сельдерея, грейпфрукты. Эти продукты должны быть свежие, в том числе и приготовление сока тоже должно быть обязательно утренним. Спорт никто не отменял при гипертонии. Но нагрузки должны быть не завышенные, а именно средние нагрузки. Считается, что хорошая ходьба является хорошим видом профилактики гипертонической болезни. Но вот сейчас очень распространенная канадская ходьба. Мы можем увидеть в городе очень многих наших жителей, которые тоже уже используют такой способ. Кроме этого, есть такие методики. Доктор Бутейко имел злокачественное течение гипертонии, где давление у него зашкалило за 220. Он изобрел свой метод дыхательной гимнастики. На чем он основан? Это на задержке дыхания от 4 до 32 секунд. Накопление углекислоты в организме. И этот способ нужно обязательно выполнять правильно и грамотно, но он помогает снизить артериальное давление. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Мы в советское время привыкли слышать такую информацию. Вдох, руки в стороны. А вот у Стрельниковой наоборот. Нужны руки в стороны, выдох. То же самое можно познакомиться с данной методикой, отработать. Она помогает для снижения артериального давления. Верховая езда. Если у вас есть такой способ, где вы можете использовать, пожалуйста, во время верховой езды оказываются у нас задействованы мышцы, те, которые не работают при каких-то видах нагрузок спортивных. А вот именно торс человека во время плавного перехода в поездки помогает расширению кровеносных сосудов. Но здесь есть некоторые противопоказания. Это декомпенсация сердечной деятельности у человека, тромбофлебиты тяжелые. Вот здесь единственное, что мы можем сказать человеку. И гипертония третьей степени. А так, если у нас есть такая возможность, почему бы не использовать этот способ? Сауна и баня. Если, например, многие гипертоники считают, что это вредно, и может наступить инсульт или какие-то проблемы с сердцем, но хочется отметить, что при первой и второй степени, наоборот, эти процедуры показаны. Но нужно их использовать правильно и грамотно. Перед походом в парную обязательно сделать отток крови от головного мозга, опустить стоп и ног на 10 минут в горячую воду непосредственно и посидеть. Теперь, когда мы заходим в парную, сразу же на верхние полки не стремиться, а начинать постепенно подниматься. И, конечно, ориентироваться на свое самочувствие, как в сауне и в бане. Если вы чувствуете себя удовлетворительно, это ваш способ. Если вам становится нехорошо, какие-то возникают проблемы, лучше отказаться от этих способов. Массаж тоже должен выполняться правильно и грамотно специалистам, потому что можно навредить, еще больше повысить артериальное давление, если вы к нерадивому специалисту попадете. Но, тем не менее, воротниковая зона и зона шеи – это очень хороший способ для снятия артериального давления у человека. Тем более, существует такое мнение, что у нас головной мозг снабжает непосредственно позвоночная артерия. И когда она зашлакована, то есть откладываются холестериновые бляшки, соли, то питание головного мозга нарушается, и мозг реагирует именно повышением. А вот при хорошем массаже этой зоны можно даже без всяких таблеток в течение 10-15 минут понизить артериальное давление у человека. Да, тибетские медики пришли к такому выводу, что можно помочь больным, каким образом очистить сосуды. Для этого берется 4 у нас фиторастения. Это бессмертник, зверобой, ромашка и почки березы. По 100 грамм вы все это практически высыпаете в одну емкость и берете только одну столовую ложку данного фитосоединения. Завариваете пол-литра кипятка, настаиваете 20 минут и один стакан наливаете для себя. Но здесь вот есть такая особенность данной очистки, которую должны знать наши телезрители. Данный раствор нужно использовать именно перед сном, потому что после выпитья не нужно пить и нельзя кушать. Утром оставшуюся часть вы подогреваете и можете добавлять чайную ложечку меда. Именно вот такая чистка сосудов приводит к тому, что у человека снижается непосредственно содержание холестерина в крови, проходит шум в ушах, головокружение и даже улучшается зрение. Ее используют не только для лечения, но и для профилактики гипертонической болезни, инфаркта миокарда и стенокардии. Да, действительно, в последнее время американские кардиологи провели такой опыт на 4,5 тысяч человек в четырех стран. Участвовали в Великобритании, Японии, Китае и соединенные населения Соединенных Штатов Америки. Что они делали? Они использовали вегетарианское питание, где глутаминовая кислота на 5% повышалась в питании. Оказывается, эта кислота у нас находится в составе белка растительного 23% и 18% у животного белка. И пришли к такому выводу в конце данного опыта, что на 1,5%, обратите внимание, не 1,5 мм, а на 1,5% снижается при таком питании практически артериальное давление. Но сразу хочется сказать, вегетарианское питание таким способом, который предлагается, это не значит, что если вы только на один день, на неделю или две недели перешли. Это процесс, который требует определенного времени в зависимости от тех изменений, которые есть уже в вашем организме. Кому-то достаточно 3 месяца, кому-то достаточно 6 месяцев, но это действительно работает. Уже на протяжении десятков лет за рубежом наши страны СНГ и европейские страны давно используют не только для лечения, но и для профилактики, не только гипертонической болезни, но и стенокардии, и инфаркта. Что в нее практически входит? Это следующие показатели. Больше хлеба от рубного и черного, больше зелени, больше рыбы. Хочу сразу обратить внимание, рыбы не морской, а именно речной. Почему? Речная рыба разжижает кровь, а вот морская рыба имеет много гемоглобина, который сгущает кровь. Но тем не менее мы знаем, что жирные сорта рыбы насыщены жирными поликислотами, которые являются практически смазкой для мозгов. И поэтому человек тоже должен знать, что морская рыба не более 180 грамм должна употребляться в неделю. И, конечно же, меньше мяса, меньше масла крестьянского, и, конечно же, молочных продуктов высоко калорийной. Переходим на низкокалорийную продукцию. Что эта диета человеку дает? Она нормализует липидный обмен, метаболизм глюкозы, и обладает протокромбическим эффектом.